Второй в этом году прием в большей степени был посвящен не личным, а общегородским проблемам. Пункты досмотра на привокзальной площади, например, уже не один год беспокоят жителей и гостей курорта. Только один из них работает по прямому назначению. Мы занимаемся этим вопросом уже третий год конкретно. До этого люди тоже обращались сразу после Олимпиады. Тогда нам говорили, подождите, чемпионат мира пройдет. Вот чемпионат мира 15-го закончился, и 17-го мы уже обратились в РЖД. Убрать павильоны и разместить вместо них парковку – это небезопасно, объяснили в РЖД. Оставить на рельсы коммерцию в этих же помещениях вполне допустимо. Мнение общественности разделил Константин Затурин. Недавно РЖД прислала официальный ответ на его запрос по этому поводу. И теперь депутат намерен оспорить позицию железнодорожников уже в транспортной прокуратуре. Зашла речь на приеме и о застройке Дагомыса. Там уже построено и строится и запланировано еще немало жилых комплексов, которые в целом могут увеличить численность населения Дагомыса с 40 тысяч сегодня официально нам известных до 70 тысяч и более. Застройщики возводят дома, нагрузка на социальную инфраструктуру увеличивается. Вопрос, как эта проблема будет решаться, пока остается открытым. Уже сейчас в микрорайоне есть потребность в дополнительных местах в школах и детских садах. Депутат предложил провести комплексное совещание в конце февраля с привлечением общественности, городской администрации и самих застройщиков. Новую школу ждут и жители Мамайки. Благо, проект давно в работе. Все время, пока я выполняю свои депутатские обязанности, с 16-го года после выборов, стоит вопрос строительства школы на Мамайке. Мы очень сильно продвинулись во всех подготовительных работах. Есть проект, есть место, есть поддержка края и города. Но, к сожалению, на федеральном уровне до сих пор нам отказывали. Однако Константин Затурин сумел сдвинуть вопрос с мертвой точки. В конце прошлого года министр образования России Ольга Васильева лично заверила депутата, что проект школы будет реализован. Уже это весной его должны включить в программу финансирования новых объектов образования. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова